Дорогие наши друзья, мы очень рады вас приветствовать в нашем зале. И мы очень рады, что мы сегодня у нас сегодня такой замечательный событий. Мы открываем очередную выставку наших друзей, мастеров Строгановской школы. Мы в прошлом году начали этот проект совместный с Академией Строганова. Мы очень рады. В прошлом году прошло достаточно несколько выставок у нас, в том числе и стекла, и выставка творений, выставка живописи, выставка работ в кафедре реставрации художественного металла. Очень много положительных отзывов от наших зрителей, от сотрудников, студентов консерватории. И мы очень рады, что новый стекло мы открываем в Рахманинском зале. вот такой замечательной выставкой великолепного мастера. И мы надеемся, что сотрудничество наше будет продолжаться. И мы будем вместе с вами радовать прежде всего, конечно, наших зрителей, не только прекрасной музыкой, исполнительской, локальной, инструментальной, но и музыкой художественного исполнения, воплощения прекрасной. Поэтому я хочу сегодня поприветствовать замечательного нашего мастера и, так сказать, свое собственное впечатление от выставки. Работа великолепная, абсолютно настроение, которое в каждой работе есть. И совершенно, наверное, поражает, меня лично поразило, наверное, всех, что вот это ощущение, мы смотрим в окно и за окном видим вот такие замечательные картины, которые нам, нашему русскому человеку, душе русского человека, очень понятны, очень приятны и очень радостны. Спасибо вам, Анна, за такую замечательную выставку. Я думаю, что выставка получит очень много прекрасных отзывов. И это не первая ваша выставка. И у вас выставка называется «Времена года». Я надеюсь, что мы увидим и весну, и лето, и осень в ваше исполнение. Спасибо вам, Анна. Ну, я хотела сказать, что, конечно, не в моем исполнении, но времена года вы увидите, так как мы сотрудничаем кафедрой, то у нас уже есть много эстафеты перед нами. Вот Юлия Николаевна передала мне эстафету. И когда я была в прошлый раз на открытии, я как-то сразу почувствовала, что я в этом зале представлю. И у меня вопросов не было, что я здесь помешу. Мне очень хотелось повесить свои витражи, потому что витраж – это достаточно уникальное искусство. И то, чем я занимаюсь, это называется камерный мини-витраж. И в этом, скажем, качестве редко кто выступает, скажем так. И мне хотелось это предъявить как бы публике, потому что у вас здесь уникальная ситуация, к вам приходит очень много народу. И они, конечно, идут на встречу с прекрасным. И я думаю, что вот этот вот тандем музыки и изобразительного искусства, он сыграет большую роль. Но палочку эстафетную я передаю своим коллегам, которые сделают выставку «Весна». Вот так что получается. Да. Мы будем очень рады, Калифор, спасибо вам огромное. Я всем желаю, желаю тем зрителям, которые придут сегодня и в последующие дни, и за все время выставки, приятных художественных впечатлений и вдохновения от того, что они здесь у нас. Хотела бы передать слово Фидея Анатольевича Ибрагимова. Да, он у нас представляет здесь Российскую Академию Художеств. Очень приятно в этом зале, в таком небольшом, поместились очень много в работе. Ну и вот в такой технике витраж и объемные зимние расстояния передо мной очень здорово. Ну, Анна Брусина, она у нас специалист. Побыли. Как раз лицо, лицо ее здесь явно. Вот очень важно художнику иметь свое лицо. Приходишь на выставку и сразу узнаешь. Это вот такое-то, это такое-то. И у Ани, они всегда очень свои ее работают. У таких, в общем-то, запретателей техники, сама делает. Ну, здорово. А вот был симпозиум Никольский в этом году. К сожалению, не было. Но были молодые художники. Студенты мои были. Да, но вот среднего поколения, я считаю, среднего поколения у нас такие не было. И как-то так вот немножко не хватало художников, которые бы вот кто-то сделать. Было немножко скучновато. Везутся. Я думаю, на следующий раз он его будет. Ну, и я... Сама Саши помнят. Ну, я считаю, что это большая, конечно, честь в таком зале. Да. Молодец. Стердейший качество. Ну, на самом деле, я очень много занимался экспозициями в свое время. И должен сказать, что чем больше я здесь нахожусь, тем более просто, знаете, вот неудерживо приятные, 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 приятные. Вчастлив все больше и больше. Потому что чем больше всматриваюсь, тем больше вижу, с каким вкусом, так там сделано ему экспозицию. Все в том, что мы сами соседи по-мастерски. И у нее огромное, конечно, работа перед глазами. И из них она выбрала настолько точно, настолько идеально по вкусу, по музыке, по аромату. То, что сюда подходит, просто вот, ну, я не знаю как. Мне даже, знаете, первая мысль была, вот, чтобы оставить здесь навечно. Но я понимаю, что других художников обделить тоже жалко было бы. И зал было бы жалко обделить. Ну, просто моих поздравлений. Причем, вы знаете, все-таки вот выставка колоссальное значение имеет для художника. Потому что то, что висит в мастерской, то, что висит у нас в коридорах, мы все любуемся, мы проходим, наслаждаемся. Но, когда это все попадает в атмосферу и в пространство выставочной, превращается в совершенно новое качество. Это новое произведение. Вот. И каждая из этих работ прекрасная, замечательная. Но когда это все собралось в этом вот автором выбранном пространстве, автором выбранном... Ну... Соседстве. Не просто соседстве. Понимаете? Это как стихотворение. Когда слова, которые каждый самому по себе нам всем знакомы, но вдруг, когда они соединяются в новом, таком ритмическом, звуковом, смысловом качестве, они приобретают совершенно новое для нас звучания. Ну, представляете, там какой-нибудь четверо стихи Кушкина, да? Но все эти слова каждый день произносят. И вдруг соединенные, вот эти там 22 слова, соединенные в кратчайшие стихотворения, вызывают нас и 250 лет мы наслаждаемся и плачем. Вот это вот, я считаю, такое получилось стихотворение. И... Которое не оторвать от этого пространства. И, в общем-то, это просто мои вот прямо самые настоящие поздравления, в чем не только Аня, но и зал. Потому что я считаю, конечно, что эту инициативу надо будет, чтобы вообще культурное заведение Москвы просто выявить только Москву, естественно, чтобы они поддержали это. Потому что это настолько дорогого стоит. Вы знаете, это вот... Ну, мои, конечно, в первую очередь, все-таки Аня за вот этот вот деликатный вкус, который она проявила при создании этого нового произведения выставочного. Так что вот... Спасибо. Два слова в дополнение к тому, что вот говорил Сергей по поводу пространства. Вообще совершенно потрясающее вот отношение художника к пространству, отношение пространства к художникам. Такое взаимное уважение, это очень редко бывает. И вот эта вот тактичность, с которой Аня решила свою экспозицию, бережное и уважительное отношение к той территории, на которой находятся сейчас все мы, а это художественная работа, это, конечно, очень дорогого стоит. И такие два... Да, 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 да. Вот, не забудь представить. Да, 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 да. Два таких момента, что если у вас будет продолжаться вот эта сеть выставок, все ревности, то, конечно, вот эта экспозиция, эта выставка во многом задает тот тон и тот поднимает ту планку отношений работ с консерваторией, с залом, с вот этим местом. То есть, в принципе, это как-то вот намного... Мне кажется, что это такая талонная вещь для этого пространства. Очень тактичная, просто вот супер. И просто дело в том, что много занимаюсь выставками, и редко такое. И последнее, это то, что вот был разговор о свете, что хорошо поставить свет. Но, да, свет в витражу никогда не мешает, но здесь есть какая-то удивительная атмосфера внутреннего света, внутреннего света пространства. То есть, я сразу воспринял работу не как плоскостные, там живописные вещи, а как витражи. То есть, у них есть, вот, я не знаю, это свечение места, свечение зала, это вот какое-то такое восприятие особое. Но они светятся, и это дорогого стоит. Спасибо большое. В три встречи. Спасибо. Очень рады и приветствую, что Воскоро-Строфиловской школы, надеемся, надолго с нами подружились, будут здесь у нас выставляться, будут, правда, себя, прежде всего, и своих зрителей, тем, что они будут здесь видеть, тем, чем мы должны любоваться. И, конечно, уровень высочайший, мастеров, строголовцев, поэтому еще раз хочу вам сказать огромное спасибо, Елена Николаевна, за то, что вы нас... Зачем? Да. Дорогие гости, мы очень рады, что вы сегодня, я надеюсь, оставили здесь на концерт и продолжите этот замечательный начавшийся вечер, послушайте прекрасную музыку, и мы надеемся, что вы будете нашими гостями и очень долго, и приходить в консерваторию, и не только смотреть на открытие выставок, но и как зрители, наши залы, во все, у нас четыре зала, поэтому каждый вечер они открыты для зрителей, поэтому мы вас ждем всегда, мы вас очень любим, мы сделаем все, чтобы зрителям в наших залах было интересно, было удобно, комфортно, приятно, и я надеюсь, что эта наша любовь между нами и зрителями будет бесконечной, как, собственно говоря, бесконечная музыка, как наша замечательная консерватория, в которой 151 год, и она будет жить долго, так что мы настиг просим всегда. Спасибо. Спасибо большое.